Добрый вечер, с вами Вячеслав Котляров. Здравствуйте, слушатели, зрители. Рад вас всех видеть, слышать. А тут говорят, сидите, отдал их. И вот пришлось им опять свою что-то отдавать. Я обанкотился. Вот этим макаром... Я в двух словах короче эту историю дядя Толя любит рассказывать. Там, получается, тоже пришел к такому же расставщику Василий. И расставщик говорит, ты займи у меня рубль, а через год 2 рубля отдашь. Он говорит, ну хорошо. А я так просто тебе рубль не могу это занять, надо залог оставить. Говорит, ну у меня топор есть. Ну, говорит, ну вот, давай топор. Он взял у него топор, дал ему рубль. Говорит, ну, видишь, ты понимаешь, 2 рубля это ж много отдавать. Давай ты сразу сейчас половину отдашь, а через год еще рубль отдашь. Он говорит, ну хорошо. Он ему рубль вернул, а потом Василий пошел. Странно, и без топора остался, да еще и рубль должен. Позвольте, смотрите, позвольте на себя взять на сегодня, если что, роль. Пожалуйста, с удовольствием. Да, и немножко буду приспускать ко мне, если кто-то хочет еще высказаться. Потому что алмаза может нести и нести и нести. Это просто. А, да, а у нас создана такая ситуация для людей, что они реально, им нужны деньги, а они не понимают, для чего. Вот такая, знаешь, как рыба нахвататься воздуха, а его нету. Потому что, ну, они не понимают, зачем он пьет. Можно дополнить буквально две секундочки. Как-то Достоевский в одном из своем произведений написал следующее. Если бы люди знали, что после жизни существует жизнь, они бы начали просто беспределом заниматься. Так как они боятся, типа, Бога, они себя ведут смирно. И вот я с уважаемым нашим классиком не соглашусь. Если бы люди знали бы, что после жизни идет жизнь, они бы вели себя, наоборот, больше в положительном ключе, нежели в негативном. А так, получается, человек думает, а что, жизнь она одна, так я ее буду прожигать, как мне захочется. Вот, и отсюда и беспредел, и так далее. А если бы люди... Один раз живем. Да, один раз живем, вот эту фразу, что нам же навязали. А если бы люди знали, что за поворотом новый поворот, то бы уже бы это... серьезнее относились бы. Согласен. Мне понравилось сейчас. Оно же чувствует, конечно, вибрация от нас дальше расходится. Как это хорошо, но все здесь видит, избирает информация. Мне аж прям на язык эта песня, напеть ее хочется. Помните, такая была? Ничьяка месячна, зорена ясна, видно, хоть голки сбирай. Выйди, кохана я, працею з морена, хоть на квилиночку вгай. Ты не лякайся, что ниженькие босы, смочишь холодную росу. Я ж тебе, милая, аж дохотиноньки сам на руках виднесу. Кстати, никому не в обиду, но вот украинская речь, она такая более мягкая, более такая нелогичная. Русский более такой жесткий идет. Ну на меня обижается, когда я говорю тот язык, на котором вы с вами общаетесь, придуман 99 лет назад луначарским. Это советский язык. Еще 102 года назад была немножко другая речь. Это очень важно. Сколько потери. Да. Ну копное право. Кстати, на определенном этапе города не использовали крепости для проживания. Все жили на окраинах, в теремах. Если ворох наступал, наступала лихая година, то все просто в город забегали за стены крепостные, чтобы отбить это нападение. А города, в принципе, пустовали. Не было такого, чтобы в городе жить. Вот, поэтому больше тысячи, десяти тысяч человек уже, это тьма народу, отсюда и темник, как я говорил, это генерал, это уже уходили на новые земли. Душно было. Душно, душно, энергетически. Ну у нас же тела у каждого там по несколько метров. Да, ну чтобы душно, они все хотят, что их дайвят. Что ж? Пустовать в городах. Пустовать? Да уже было не раз это. Нас же специально загоняют в города. Ну сейчас вообще сложно. Сейчас сложно рецепт. Я вот тоже хотел бы озвучить такую мысль. Вот я в начале беседы говорил, что там люди предполагают, что я хочу, как это, больше аудиторию накопить. А есть еще другой момент. То, что, как говорится, много народу привлечь, это будет мне не очень положительно. Многие лекторы, которые уже ушли в мир иной, или которые сейчас продолжают, у них задача такая, собрать вокруг себя как можно больше людей. Это вообще была самая большая ключевая ошибка. Тактика вообще выживания и в наших ячейках, и в других ячеек заключалась вообще в абсолютно другом. Один из людей, который в определенном этапе, скажем так, излагал знания, он делал следующее. Он не собирал вокруг себя людей. Он старался по возможности выбрать, ну скажем, дюжину человек, 12 человек. Учеников. Каждому им передать знания. А те уже в свою очередь находят себе 12 учеников. То есть создается пирамида. Это полностью, это привело многих к гибели, и ушел в мир иной, ну сейчас он в лучших мирах, Левашов и Петров. И они собирали миллионные аудитории. Этого делать было ни в коем случае нельзя. Нужно было выбирать небольшую группу людей, и обучать, а те, и по, как это я, слаб с терминами современными. Алгометрическая прогрессия, правильно Алмаз я говорю это? Ну знаете, вот эту старую древнюю притчу, когда, допустим, ну вот я от Алмаза выберу, чтобы легче мне было общаться. Вот я к Алмазу прихожу, и говорю, давай Алмаз, вот у нас есть с тобой 30 дней. Вот я буду каждые 30 дней, каждый день давать тебе по 100 тысяч рублей. А ты мне каждый день, в течение этих 30 дней, первый день ты мне дашь 2 копеечки, во второй день дашь 4 копеечки, потом 8, 16, там 32, 64 и так далее. Как вы думаете, кто останется в плюсе? Я, который копеечку, 2, 4 или Алмаз через месяц? Ты, ты слаб. Да, то есть вы знаете, какая сильная прогрессия идет. Просто ужасная. Там получается уже через месяц, там уже миллионы идут. Вот. И тоже, это я к чему эту историю привел? То же самое и со знаниями. То есть и включается вот эта геометрическая прогрессия. Ну да, а сейчас у меня митинги, больше знаний, больше информации. Мы информационные наркоманы. Требуют от тебя, чтобы ты постоянно плюхал. А я же, опять же, я не классический лектор. Дело в том, что лекторы классические, они как школьные учителя. У них заложена программа, они идут ее, ну, как бы эту программу выговаривают. А я к своим беседам всегда подхожу творчески. А творчество это как картину писать или как книги. Невозможно заставить творческого человека, скажем так, делать из-под палки. Поэтому, когда меня критикуют, а где там те лекции, которые понравились, они исключительно появляются, когда у меня есть вдохновение. Вот. А так просто я вот по возможности беседы в скайпе стараюсь это выкладывать. Надеюсь, что у нас хорошие лекции. У нас беседы. Вот и лекции. Вот и преподаватели. Ну да, ну я это, да, оговорки по Фрейду. Кстати, я Фрейда вот это в свое время пытался изучить. Понял, это ж надо биографию его читать. Как он говорил, этот, они же были, по-моему, современниками Дарвин и Фрейд. И он говорит, что Дарвин написал идиотизм про обезьян и стал известным. А я точно такой же идиотизм напишу по психологии и тоже стану известным. Причем Фрейд, он при жизни, всю жизнь страдал очень страшной, ужасной формой заболевания. У него был рак кожи лица. И он постоянно всю жизнь был под морфием. То есть он не мог терпеть эти ужасные боли. И он постоянно морфием обезболивался. И поэтому, если Фрейда кто читает, просто может понять, что это просто бред наркомана, который вообще не имел никакого представления о меру устройстве, который утверждал, что сны это забытая память. Это вообще полный абсурд. Ну и так далее.